Переход в неположенном месте или нахождение на пути транспортных средств. Вот основные виды правонарушений, которые совершают пешеходы. Только в этом году в нашем городском округе к административной ответственности было привлечено более 5000 человек. Но, как оказалось, водителей, которые не пропускают пешеходов, в разы больше. Нарушают прямо на глазах у сотрудников ГИБДД. Пешеход не пропустил. Ну, не заметил. Машина-то тентовая, заблудился, посмотрел там сзади. Ну, пешеход за этой дорожкой был. Ну, первый последний, у меня первый случай так. Так как вы вину свою там осознаете, все остальное, выпишем вам штрафчик 1500 рублей. Если оплатить данное правонарушение в течение 20 дней, то сумма штрафа 50% 750 рублей. А так на оплату у вас 60 дней. Пешеходов нужно пропускать. Поэтому на вас сейчас будет составлен материальчик по статье 12.18. Понятно, да? За то, что не пропустили пешехода на нерегулировку, что на переходе. Штраф будет вам 1500 рублей. Удивительно, но у пешеходов нет никаких претензий к водителям. Да, честно говоря, меня всегда пропускали, я большая очень, с детишками хожу. Вообще, вот иногда, конечно, стараются так это проскочить, но если мы не наступили на это, то они едут. Ну, а так, нет, я бы сказала, что нормально. Устраивает. Я ничего не скажу. Хорошо, устраивает. Устраивает, все нормально, я не против. Да. Все нормально. То есть никто не нарушает правила? Нет, 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 нет. А вот у автолюбителей претензии к пешеходам имеются. Например, водителю очень сложно среагировать на человека, который неожиданно выбегает на проезжую часть. Чуть ли не под колеса автомобилю. Или, например, подростки с наушниками или смартфонами. Такие молодые люди, по словам водителей, вообще выпадают из реальности. Иногда даже не понимают, что переходят дорогу в неположенном месте. Пешеходы больше всего раздражают, когда они перебегают дорогу. А все остальное нормально. Не стоит забывать, что пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения. Их так же, как и автовладельцев, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Избежать таких денежных трат достаточно просто. Не нарушать правила дорожного движения. Ярослав Ярославцев, Денис Петров. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин.